Семья Ереминах, родители и двое детей, по традиции встречают Рождество в церкви. После службы прихожане участвуют в мистерии. Это спектакль по мотивам Евангелия о воплощении Бога. Иосифа, земного отца-спасителя, играет Григорий Еремин. Молодой человек-аутист, но с ролью справился блестяще. Это ли не чудо, радуется мама Ольга. В этот, наверное, сочельник нужно задуматься о том, как мы прожили этот год, с чем мы идем в будущий год. Какие планы мы хотим построить вместе с всей семьей. И, наверное, это какое-то таинство, когда Иисус Христос наш, великий царь, родился. Он принес свет, за которым мы должны идти. Лютеранство появилось в России в 16 веке, когда в страну приехали немецкие мигранты. В Самаре община образовалась в 1854 году. И только через 11 лет у них появилась своя кирха Святого Георга на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. В рождественский сочельник в ночь на 25 декабря прихожане отметили праздник по традиции все вместе. Одна из особенностей лютеранства – проповедовать в их церкви могут и женщины. Пастор Ольга Тимирбулатова напомнила о главной цели Рождества Христова. Бог не навязывает нам себя и не навязывает нам спасения. Он готов принять наше решение, но он вместе с тем нам предлагает возможность того, чтобы мы изменились и наше сердце изменилось. И чтобы мы с вами стали более человечными. Лютеране весь декабрь размышляют о Боге и надеются на чудо. Это время у них называется Адвента. Готовясь к Рождеству, они убирают дом, украшают елку и плетут венок, на который устанавливают свечи и зажигают их по одной ежедневно до самого праздника. Самарские лютеране отметили Рождество Христова. Кирха, которая вмещает в себя около сотни человек, была заполнена до отказа. После двухчасового праздничного богослужения прихожане отправились на ужин с глинтвейном, вареными сосисками, тушеной капустой, горячим чаем и сладкими ватрушками. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События.